Слава Господу! Я хочу сегодня проповедовать на тему, которую бы я назвал так «Самообман или неоправданные ожидания?» Я думаю, мы все сталкивались с такой ситуацией, когда на нас приходила печалька, когда мы хотели чего-то, ждали, ожидали, что получится так, а получилось по-другому. И мы расстраиваемся, кто-то не может спать, кто-то кого-то за сердце там хватает, которое постарше уже, кто-то начинает психовать, кто-то начинает истерики закатывать, падать на пол, топать ногами. В разном возрасте эти моменты, мы по-разному реагируем на это. То есть, самообман – это внушение себе мыслей, несоответствующих реальностей. На самом деле, почему оказывается такая ситуация? Потому что мы, может быть, на протяжении какого-то времени, мы себя обманывали. Мы надеялись, что будет вот так, а потом не произошло. А почему пришло расстройство? Потому что мы для себя построили какой-то план, будет вот так. Там, может быть, девушки планировали, что у них все будет в таком розовом цвете, там жених придет. Ну, каждый, как сказать, по уровню своей наивности и мечтает. Каждый по-разному, да? И вот приходит реальность, а оно так не происходит. И приходит расстройство. Это из-за того, что человек неправильно себя настраивает. Евреи, когда вышли из пустыни, они были в очень, очень тяжелой ситуации. Мы немножко слышали здесь. Их детей убивали, их заставляли работать, тяжело работать. Никакой свободы, право на личную собственность или еще что-то, даже на свое тело. Их, им очень, очень много пришлось опережить. И вот пришла свобода. Проходит как вороткий промежуток времени, и они начинают плакать. Лучше бы мы остались и в Египте. У нас там чеснок был. У нас то было другое. Что-то произошло такое. Они думали, что будет по-другому, а так не произошло. И пришло расстройство, да? И как я вот сейчас прочитал, я просто словарь даже открыл. Ну, я примерно знаю, что слова значат, да? Ну, для уверенности. Когда ты себе внушаешь определенные мысли, то есть ты себя настраиваешь на определенный образ мышления. Будет вот так. Но оно не соответствует реальности. Вы понимаете? Вот у меня соседка, не соседка, медсестра приехала к нам. У нас дорога не почищенная была. И она раз подъехала и застряла. Она остановилась, а там наклон. Она остановилась. И она пыталась все-таки подняться наверх. Ну, как реально это возможно? Если нету traction, да? Если скользкая дорога. Ну, невозможно. С горки можно скатиться. А она себе внушила, я все равно буду пытаться. И она оказалась так сбоку там, там рычок. И она туда так раз и съехала. Мы попытались, попытались с Лавиком. Так и не получилось ее вытащить. Нереально. Понимаете? А вот человек себя настроил на это. Почему человек настраивает на такие вообще мысли? Это, конечно, интересно. Об этом я немножко порассуждаю. Но на самом деле получается так, что из-за того, что мы как бы себе начинаем внушать что-то, что не является реальностью. Моя Антошка, вот ему три года исполнилось. Он ходит по дому и так рычит. Я страшный. Я страшный. Ну, он страшным-то не стал. Он как был? Чири, да? Такой. Такой и остался, да? Одна девушка пришла исповедоваться священнику. Говорит, батюшка, грешна, грешная. Я вот, бывает, встану возле зеркала и думаю, какая же я красивая. А батюшка ей говорит, да нет, это не грех, это само заблуждение. Ты себя обманываешь. Понятие красоты – это такое интересное понятие. Каждый человек может иметь разное понятие. И притчи, 12 глава, с первого стишка, но я не это хотел прочитать. 31-е, 30 сначала. 31-я глава, 30, да? 30-й стих. Миловидность обманчива и красота суетна. То есть, если даже в этом вопросе мы что-то себе внушаем, или наоборот, может быть, обратные мысли на себя навязываем, ищем какие-то недостатки в себе, и они появятся, даже если их там нету. Придумаешь, заметишь, что-то такое себе внушишь, и оно станет твоей реальностью. Вот что интересно, самообманчивость, она приводит человека в неправильную реальность. Но в конце концов, это все встанет на свои места, и придет какой-то урон, и придет какое-то поражение. 12-я глава притчи, с первого стишка. Кто любит наставление, тот любит знание. А кто ненавидит обличение, тот невежда. Я же думаю, причина, почему мы оказываемся в состоянии быть самообманутыми, из-за недостатка знания, из-за невежества. Ну, как предыдущий случай, который я говорил, человек, имея такое, ну, можно даже сказать, простое такое представление, law of physics, да, он будет знать, как это происходит. А если ты себе внушишь, да, что нету земного притяжения, ну, может, ты себе и внушишь, и даже поверишь этому, но оно от этого не изменится. Реальность останется такой, какое она есть. Ты можешь для себя что-то придумать, но придет момент, когда ты столкнешься с настоящей реальностью, и чаще всего это из-за того, что мы себя ограничиваем определенными знаниями, мы становимся невежеств, невеждами, мы недостаточно вкладываем усилия для того, чтобы понять, как что-то работает. Вот я ремонтирую сушилки, стиралки, сталкиваешься с такими вещами, разобрал полностью все, что можно, и даже нельзя разобрать, все разобрал. Он пытался там определить, а что ты делал вообще, что ты хотел добиться? Мотор не работает, а он разбирает полностью все. Оно как-то непонятно, да? У него не хватает знаний, нет бы зайти на YouTube, да? Есть же источники знания, там на Google. Зашел, узнал, что и как. Вот три шурупа увидел в стиралке, в сушилке барабан, я откручу, а куда барабан денется, то, что ты открутишь шурупы? Спереди панель. Ты подумал об этом? Нет. Почему? Ограниченные знания. Он открутил три шурупа, барабан раз и провалился. Обогреватель сзади перемкнул. И пошли последствия из-за того, что человек себя не имеет достаточно правильных знаний. И потом в нашей жизни происходят такие случаи, что мы раздвигаем руками и говорим, ну как же так произошло? А я надеялся, что будет вот так, да? И ученики тоже остались в такой ситуации, когда они говорят, мы надеялись это было. У них были неправильные ожидания. Они думали, Иисус придет, и сейчас все поставят на своих местах. Римлянные уйдут, и царство будет, сейчас мы будем цари, священники. Они думали, что их жизнь, она вот таким руслом потечет. Это неправильные ожидания. Ожидания, которые основаны на незнании слова, невежества. Хотя доступ к информации всегда есть. В притчах написано, что премудрость взывает на углах улиц. Углы, почему священники молились на углах улиц? Знаете, да, дети? Вот фарисеи, они вставали on the crossroads. Why on the crossroads? Потому что больше экспози, да? Больше видно, и оттуда видно, оттуда. Я молюсь, смотрите на меня, да? Премудрость, она делает себя доступной. На углах улицы, чтобы всем было видно. На возвышенности, чтобы все видели. Понимаете? То есть, есть возможность получить правильные знания. Почему хватает недостатка знаний? Из-за того, что мы не ищем этого. Из-за того, что у нас нету желания, может быть. Может быть, мы ленивы просто в том, чтобы себя применить в этом случае. И получается потом урон. Первое послание Коринфянам, 15 глава. С 33 стишка. С 33 стишка. Не обманывайтесь, апостол Павел пишет. Худые сообщества развращают добрые нравы. Опять-таки, вот тоже такой яркий пример, как получается, когда мы начинаем себя обманывать. Мы начинаем себя... И много таких по жизни мы видели случаев, истории. Может быть, сами оставались, оказывались в такой ситуации. Мы начинаем себе внушать. Да что тут плохого? Да ничего, нормально. Все же делают вроде как. Ну, окей. Да не такие они, может быть, и плохие. Или, ну я же сильный человек. Я верующий давно, я твердый. Я выстою. Я выстою. Я буду влиять на это общество. Я же соль. Я буду осолять их. Оно-то может быть так. Но смотря на каком уровне ты входишь в это общество. И Павел здесь предупреждает и говорит. Вы себя не обманывайте, не тешите неправильными ожиданиями. Худое сообщество будет развращать, и его цель – развратить добрые нравы. Отрезвитесь, как должно быть, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Это происходит из-за недостатка познания Бога. Если мы действительно знаем Бога, мы знаем, что Он свят. Мы знаем Его отношение к греху. А когда мы входим в такое положение, когда мы начинаем какой-то грех оправдывать или допускать, мы обманываем сами себя. Потом 6 глава Галатам, 7 стишка. Здесь написано так тоже. «Не обманывайтесь», – предупреждает апостол Павел. «Бог поругаем не бывает. Бог не бывает поругаем. Что посеет человек, то и пожнет». Почастую бывает, мы себя тешим такими обманчивыми ожиданиями. Мы думаем, что кто ж хочет сильно, тяжело работать, стараться. И мы думаем, да, вот так как-нибудь, и я буду успешен. Ну, может быть, и будешь, но, скорее всего, ты не будешь успешен. Для того, чтобы быть успешным, нужно себя где-то применить. Применить себя не в Макдональдсе переворачивать бюргеры, да, потому что у этого успеха потолок очень ограниченный. Если говорить о земной успешности, то ты должен себя применить и направить туда, где этот успех можно достичь чем-то, да. А если ты ничего не делаешь к достижению этого успеха, то как оно к тебе придет? Ну, как? А мы все тешим себя, ну, почему люди, допустим, покупают лотерейки? Потому что это моментальный успех. Ты ничего не сделал, а успех пришел. Классно же, да? Да, и все вроде, да, не против, да, это же хорошо было. Я не буду попрошайничать, но если кто-то придет дать, ну, почему, я возьму, я не против. Мы хотим легкой наживы. Мы хотим, это в натуре человека получить что-то, не сильно стараясь, не сильно работая, но получить что-то от большой ценности. Мы хотим этого, это у нас есть. Но это неправильное ожидание, оно не придет. Если мы действительно хотим чего-то достичь, добиться, то нужно определенные старания и усилия, и нужно их направлять в правильном направлении. Если мы не направляем в правильном направлении, недостаточно усилий, то и успех будет соответственным. Он будет очень ограниченным, очень минимальным, может быть. А может быть придет и поражение через это, когда мы неправильно себя настраиваем. И еще один такой момент, в последнее время, может не все с этим столкнулись, но я так наблюдаю, что очень многие из нас, особенно молодых людей, они попали в такую, ну, можно так сказать, альтернативную реальность, виртуальная реальность, да. То есть реальная жизнь это такая, встал пораньше, пошел, поработал, пришел там, что-то сделал, ну, постоянно работа, ты тратишь там, еще что-то. Это где нужно употреблять усилия, это нужно физически работать. Она такая серая, можно так сказать, реальность. Будние дни, это не праздники, когда все так хорошо и классно, да, когда мы просто наслаждаемся временем, так сказать. Она немножко серенькая, она не привлекает никого, никто не мечтает, выйду и буду там работать, в поте лица добывать хлеб свой. Никто же об этом не мечтает. Такие мечты и не придумаешь, да, всегда мечтают о чем-то таком, что-то такое необычное, да, такое привлекательное, заманчивое, да. А будние дни, они серенькие, поэтому человек, оно не привлекает. А тут раз зашел на интернет и пошел. И там интересно, и там привлекло. И раньше как вот было вообще у человека заложено? Вырос парень, надо жениться, детей, все. Оно как, ну так, к этому природа, как так сказать, учит. А сейчас я смотрю, какая-то эпидемия, хотя я сам поздно женился, ну, я правило, я исключение исправил. Да, на меня это, я не жил в альтернативной реальности. Ну, так Бог положил предел, да, вот, океану Бог положил предел, и не перейдешь. Вот не давал мне жениться, пока я свою жену не встретил. И все, никуда не мог деться. Как не пытался, ну, все. Ну, слава Богу. А я очень благодарен Богу. Я не благодарен, что поздно женился, но благодарен, что именно с моей женой живу. Она как раз для меня была Богом приготовлена. А многие сейчас, у меня братья тоже есть, просто они забивают в себе, заглушают это влечение. Urge, да, такое, создать свою семью. Они ее заглушают. Чем ее можно заглушить? Ну, разные можно придумать. Очень, очень сильно завлекают развлечения. Почему многие, особенно верующие, они вот падают там в пьянство, в наркотики. Как-то вот завлечь вот эту серость жизни, как-то отвлечься от чего-то. И они себя в это употребляют. Кто-то уходит в учебу. Ну, девушки, да. Девушкам приходится ждать, когда же парень придет. Значит, в учебу, карьеру там делать. Ну, хорошо, прекрасно, да. Если как бы ты себя на этом не останавливаешь, или ты этим не отвлекаешь от жизни. Жизнь, она на самом-то деле больше вот этого всего. Вот у меня братишка приезжал три года назад сюда. Вот он попал в альтернативную реальность. С детства как бы. Так вот только перешел в подростковый возраст. Он начал играть на видеоиграх. Очень сильно завлекает. Это, я знаю, оно придумано для того, чтобы завлекать. Оно придумано для того, чтобы тебя делать рабом этого, да. Addicted to it, да. Привязывать. Ты не можешь. Если вы когда-то поинтересуете, то есть можно такое увидеть на ютюбе, когда у ребенка или у парня взрослого забирают его игрушку. Вот это даже не то, что у Антошки забери игрушку. Ну, покричит немножко и перестанет, да, там. Ну, подергает ножками, да, у маленького. А тут взрослые дядьки такие. Там уже больше зла, больше энергии, больше силы. Понимаете? И вот мой братишка попал в такую ситуацию. И вот это, она на самом деле, он себя обворовывает. На самом деле. Но он этого не замечает. И когда он сюда приехал, у него как вроде глаза открылись. Оказывается, есть жизнь за видеоиграми, да. То есть он пошел, с молодежью начал общаться, туда поехал, сюда поехал. Оказывается, есть еще что-то в жизни интересное. И получается, что люди себя просто сами закрывают в такую коробочку. И они отвлекают, отводят свое внимание от того, естественно, что Бог заложил. И получается потом человеку 30 лет, а он там 35 лет, а он сидит на играх играется или еще что-то. Печально. Печально. Это альтернативная реальность, обманчивые ожидания, которые, к чему они приводят. И здесь Павел писал, что не обманывайтесь, не обманывайте себя. Если ты сеешь, ты будешь пожинать. Человек посеял, не хотел детей, воздерживались, да, там, или еще что-то. А потом уже не могут детей иметь. А потом одинокая старость, может быть, или еще что-то. Ну, по-разному бывает. Бывает и от Бога такое, такое судьба. И мы дальше, мы сейчас даже здесь почитаем, в этой же главе, в 6 главе от Галата, чуть выше. Мы об этом почитаем. Но получается, если ты сеешь что-то, ты посеял гречку, ну не выросут же там яблони, да? И Павел здесь пишет, сеющий в плоть, 8 стих, от плоти пожнет тление. Не получится по-другому. Куда мы сеем? Если мы сеем в плоть, какой духовности мы можем ожидать? Или если мы сеем даже в душу? Может ли из этого быть духовность? Навряд ли. Нужно сеять в дух. Нужно сеять в то, что даст духовные плоды. Понимаете? И здесь выше он писал, я прочитаю для нашего назидания. 6 глава, 1 стих. Галатам. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга. Здесь он пониже читал. Сеющий в дух. Как можно сеять в дух? Вот он объясняет. Братья, хотите, чтобы у вас была духовная жизнь? Вот эти вещи делайте, наблюдая за собою, чтобы не быть искушенным, потому что мы все из одного теста, так сказать, слеплены. Носите бремена друг у друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи никто, тот обольщает себя опять. Самообман. Пример самообмана. Когда человек настраивает себя на то, что не является реальностью, приходит потом разочарование. Каждый доиспытывает свое дело и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Богом определено для каждого из нас свое какое-то бремя. И нам нужно его донести. Мы не можем, мы можем, конечно, себя обманывать, оставить и пошли. Нам придется вернуться или нести какую-то ответственность. Как эту притчу про талант. В пятницу ты проповедовал или в среду. Дали талант. Хозяин дал талант. Сказал, употребив дело. Он не употребил. Я боялся, ты человек такой. То я спрятал. Вот тебе твое. Но ответственность теперь. Тебе дали не для того, чтобы ты спрятал. Тебе дали, чтобы ты употребил. Ты употребил? Нет. Отвечай. За каждый наш поступок, за то, что мы сеем, обязательно мы будем когда-то пожинать. Обязательно. И как мы сеем? Если мы скупо сеем в дух, мы скупо пожнем. А если мы щедро сеем в плоть, естественно, мы посеем тоже щедро. Еще один момент такой самообмана. И можно так сказать, что может и наша вера быть самообманом. Наша вера, христианская, так сказать. Наше убеждение христианское. Может так получиться, что мы просто сами себя обманываем. Мы помним, Христос говорил, когда придут к Нему все, и Он скажет, Войдите в радость Господина или отойдите. Это же были верующие, христиане, которые бесов изгоняли, которые пророчествовали, которые на собрания ходили. Они делали определенные дела, великие дела делали. Христос скажет, отойдите от Меня. Почему? Неправильная вера. Вера направленная или основанная не на реальностях. Мы можем себе внушить много чего, и люди умудряются. А на самом деле, даст ли эта вера плод или нет, зависит от того, в чем, насколько она соответствует учению Иисуса Христа. Поэтому апостол Павел призывал и говорил, Вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. Постоянно занимайся этим. Это должно быть наше стремление и желание, и все наши усилия должны на это направлены быть. Если мы этого не будем делать, братья и сестры, мы останемся в категории обманувших сами себя. И последнее я прочитаю, перед тем, как мы будем молиться. Матфея, 7 глава, 12-13 стих. Иисус Христос сказал так. Это называется золотое правило. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступили люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. В этом заключается весь закон. Мы не можем ожидать, когда мы к людям недобры, чтобы к нам люди были добры. Или когда мы проявляем ограниченный интерес к людям, ограниченное внимание. Когда мы себя ограничиваем и минимально какое-то проводим, ну, участие в церкви, скажем. Ну, по минимуму. Там пришел в воскресенье, ну, в пятницу пришел, помахал ручкой, улыбнулся. Все хорошо. Я христианин, я член этой церкви. Живем ли мы, ну, такими злободневными проблемами нашей церкви? Переживаем ли мы о том, что происходит? Ну, между нами происходит. Насколько это нами, нас тревожит. Может быть, спать нам не дает, да? Если что-то такое происходит. Насколько мы себя вкладываем, такой мы и будем получать и результат. И тринадцатый стих Иисус Христос говорил. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Друзья, мой сегодня призыв каждому из нас, чтобы мы проверили. Проверили, во что мы верим, как мы верим, насколько наши ожидания соответствуют реальности, насколько это действительно соответствует, чтобы не получилось, что мы оказались обманутыми, чтобы мы оказались обманутыми. Давайте мы будем себя настраивать на узкий путь, на тот путь, который ограниченный. Если мы этого не будем делать, не будем ограничивать свой разум, свои помышления, тогда мы окажемся в такой ситуации, где Христос скажет, вы себя обманули, вы думали, что вот так будет, мы можем много чего думать, но насколько наше мышление соответствует священному Писанию. Поэтому сейчас мы будем молиться о том, чтобы Господь просветлил наш разум, указал нам то, где мы уже, может быть, на протяжении долгого времени, мы себе, внушая самим себе, образ мышления, который не соответствует реальности. Я думаю, что в каждом из нас, я нахожу в себе это, я нахожу, я знаю, и это может быть на протяжении уже многих лет, я пытаюсь что-то сделать, но где-то какое-то, может быть, какое-то, ну, вот нежелание, вот до конца все-таки, знаете, нужно, нужно дело довести до конца. В войну, вы помните этот, по-моему, Илья сказал, или Елисей, бей там, пал, это, веником, да, или чем? Да, стрелами, бей. Он взял, побил несколько раз. Он говорит, да что ж ты так, надо же было бить больше. И мы подчас бывает такое, что не додебиваем, мы оставляем какое-то, да уже, уже вроде легче стало, все, полегшало там, ну, если болезнь какая-то, да все, уже вроде температура спала, все, на улицу, да, бежать там, холод, играться, ну, болезнь-то до конца не уничтожена, и вот бывает такое, ты недолечил немножко, и потом ходишь, гундосишь месяцами, да, и оно так там теплится, теплится, это ни к чему хорошему не приведет. Нам нужно понимать, что Господь от нас хочет, и какие у Него ожидания от нас, какие, потому что мы не пишем законы, законы уже писаны, наши, и Павел, кстати, сказал такую мысль, хотя я и невежда, мы говорили о том, что недостаток знания, говорит, я невежда в слове, но не в познании, познание Бога, здесь мы не можем быть невеждами, нам нужно знать, что Бог от нас хочет, нам нужно понимать, что Он от нас требует, и исполнять это в нашей жизни. Давайте мы помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!